По инициативе правительства Нижегородской области запущен проект модернизации Нижегородского аэропорта, что позволит региону достичь европейского уровня в пассажирских авиаперевозках. После введения экономических санкций Европейским Союзом в отношении России, Нижегородская область стала первым регионом, где был открыт новый международный рейс – Нижний Новгород-Хельсинки. Ну, Нижний Новгород интересен всем, не только финнам, но и всем европейцам. Ну, а нам тоже интересно посмотреть, что в Финляндии, природа, города. Мы едем в Прагу, едем через Хельсинки. Я думаю, что это будет для нас и хорошим путешествием, хорошим опытом. В 3 часа 5 минут утра в Нижегородском аэропорту приземлился первый рейс из Хельсинки. Продолжительность полета составила 2 часа 15 минут. Рейсы будут проходить регулярно по вторникам, четвергам и субботам. И нижегородцы смогут более комфортно путешествовать по миру с пересадкой в Финляндии, без необходимости делать дополнительную остановку в Москве или Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что маршрут Нижний Новгород-Хельсинки выбран не случайно. Из столицы Финляндии можно улететь в любую точку мира, причем по доступным ценам. Я думаю, что и гражданам Финляндии будет интересен Нижний Новгород. Всего 23 года тому назад открыли наш город. У нас очень много интересных вещей, которые можно посмотреть. А потом важно, ведь сейчас непростая такая обстановка, объявляют санкции в отношении России. А вот в Нижний Новгород именно в это время пролетает первый международный рейс. В аэропорту утвержден и новый проект пассажирского терминала. Его площадь составит 27 квадратных метров, что почти в 3,5 раза больше существующего. Вот в эксплуатацию нового терминального комплекса запланирован на 4 квартал 2015 года. Это позволит увеличить пассажиропоток. Развитие аэропорта происходит комплексно. Растет и пассажиропоток, а за последние 3 года он уже вырос в 3 раза и продолжает расти. В этом году с пассажирским ростом 30% с начала года. Мы являемся лидерами в этом смысле. Самый развивающийся аэропорт, у нас даже статус такой есть. И, соответственно, это является притягательным магнитом, скажем, для авиакомпаний. Развитие инфраструктуры, совершенствование технологий является магнитом еще и для пассажиров. Пропускная способность нового терминала составит более полутора миллионов человек в год. Он будет оснащен четырьмя телескопическими трапами и другим современным оборудованием. А благодаря новому рейсу у нижегородцев появляются новые возможности. Это открывает действительно те возможности, которые мы приносим для жителей Нижнего Новгорода. Прежде всего, это время прилета в основные европейские города. Как самые популярные направления у россиян, например, Париж или Лондон, в котором жители Нижнего Новгорода могут быть уже в 9 часов утра. И, например, особенно скандинавские стыковки – Осло, Копенгаген, Таллин, то есть страны Балтии. То есть уже в 8 утра человек может быть уже на месте. И это замечательно как не только для бизнес-пассажиров, которые могут начать свой день рабочие уже сразу, но и для туристов, которые не теряют время для осмотра достопримечательностей и начала отдыха. Международный аэропорт Стригена является основным запасным аэродромом для московских аэропортов, а скоро еще начнется реконструкция взлетно-пассажистной полосы. Ее усилят и удлинят до 3 километров.